Чародейство и суеверие. По творениям святителя Иоанна Златоуста. Чародеи, опираясь на суеверие людей, приносят человеческие жертвы с тем, чтобы они потом им помогали. Святитель Иоанн объясняет это так. Что же ты скажешь на то, спросит кто-нибудь, что многие из чародеев заколают детей с той целью, чтобы их души после того им содействовали? А откуда это известно? Что заколают детей, о том говорят многие. Но что души заклонных находятся с заклавшими их, скажи мне, откуда ты узнал об этом? Ты скажешь, что сами бесноватые взывают я, душа такого-то человека. Но и это хитрость и обман дьявола. Не душа какого-нибудь умершего вопиед, а притворяющийся так демон для опольщения слушателей. Если бы душа могла войти в существо дьявольское, то тем более она могла бы войти в свое тело. Притом нельзя представить, чтобы душа обиженная стала содействовать обидевшему ее, или чтобы человек в состоянии был изменить свою бестелесную природу в другое существо. Если невозможно это в отношении к телам, так как никто не может превратить тело человеческого в тело ослиное, то тем более невозможно это в отношении к невидимой душе, которую никто не может превратить в существо демонское. Итак, это бредни пьяных старух и детские пугало. Некоторые верят приметам, ворожат, обращаются к старухам, используют заговоры. Иоанн Златоуст называет это гордыней сатанинской, которую, по его словам, составляют зрелища, конские ресталища и всякий грех, также наблюдение дней, ворожба и приметы. А что такое, скажешь, приметы? Иногда кто-нибудь, вышедший из своего дома, видит человека одноглазого или хромого и принимает это за дурное предзнаменовение. Это сатанинская гордость, так как невстреча с человеком делает день дурным, но греховная жизнь. Посему, когда ты выйдешь, одного только берегись, чтобы тебе не встретиться с грехом. Грех подвергает нас падению, а без него и дьявол нисколько не сможет повредить нам. Что говоришь ты? Видишь человека и принимаешь это за предзнаменование? А не видишь все эти дьявола? Как он вооружает тебя против того, кто не нанес тебе никакой обиды? Как он делает тебя врагом, брату, без всякого справедливого основания? Бог повелел любить врагов, а ты отвращаешься и от того, кто ничем не обидел тебя, не зная, в чем винить его, и не подумаешь, как это смешно, как стыдно, а еще более, как опасно. Сказать ли еще нечто другое, более смешное? Я стыжусь и краснею, однако вынужден сказать для вашего спасения. Если встретится девица, то, говорят, день будет бесплоден. А если встретится блудница, то счастлив, хорош и весьма прибылен. Вы закрываетесь, ударяете себя в чело и потупляете взоры в землю. Но это нужно делать не тогда, когда произносятся слова, а когда совершаются дела. Посмотри здесь, как дьявол прикрывает свои козни, чтобы мы, отвращаясь от целомудренной женщины, оприветствовали и любили развратную. Так как он слышал слова Христовы «Всяк иже возрит на жену, кое-же вожделяете ее, уже любодействовало с нею в сердце своем». И видел, что многие преодолели невоздержание, то он, желая другим путем опять ввести их грех, внушил им через такую примету с удовольствием взирать на развратных женщин. А что сказать о тех, которые употребляют заговоры и привески и привязывают головам и ногам свои медные монеты Александра Македонского? Таковы ли, скажи мне, наши надежды, чтобы после креста и смерти владыки нам полагать надежду спасения в изображении языческого царя? И не только привести и привески ты употребляешь у себя, но и заговоры, вводя в дом свой пьяных и из ума выживших старух, и не стыдишься и не краснеешь после такого любомудрия, прилепляясь к таким делам. И вот, что всего тяжелее в этом обольщении. Когда мы увещеваем и отклоняем от него, думающие оправдываться и говорят, что женщина, заговаривающая таким образом, есть христианка и ничего другого не произносит, кроме имени Божия. Но потому особенно я и ненавижу ее, и отвращаюсь от нее, что она употребляет имя Божие в оскорбление ему. Что она, называя себя христианкой, оказывает дела языческие. И бесы произносили имя Божие, но оставались бесами. И они говорили Христу, «Ве мы те, кто еси святой Божий!» И однако он запретил им и изгнал их. Посему увещеваю вас быть чистыми от этого обольщения и иметь при себе как бы жезл. Эти слова. «Отрицаюся тебе, Сатана, и гордыни твоей, и служение тебе, и сочетаюся тебе, Христе. И никогда не выходи из дома без этого изречения. Отрицаюся тебе, Сатана, и гордыни твоей, и служение тебе, и сочетаюся тебе, Христе. Оно будет для тебя и жезлом, и оружием, и необоримым оплотом». Вместе с этими словами изобрази крест на челе своем. Тогда не только встретившийся человек, но и сам дьявол не в состоянии будет повредить тебе, видя тебя везде с этим оружием. Найхудшее же суеверие, когда прибытие священника к больному считается знаком большой безнадежности, нежели голос врача, отчаивающегося в жизни больного, и источник вечной жизни кажется знаком смерти. Субтитры создавал DimaTorzok